Доброе утро! Здравствуйте! В эфире проект «Встречай Новый год вместе с Вести» ведущая я Анастасия Стародубова. Дед Мороз и Снегурочка – самые желанные гости на любовь в детском празднике. А канун Нового года для взрослых и детей – волшебное время, когда все вокруг дарят друг другу подарки. А самые маленькие загадывают сказочному волшебнику свои сокровенные желания. Так вот, письмо написано, запечатано, марка приклеена. И кто же поможет отправить его дедушке в Великий Устюг? Конечно же, почта. Любовь Александровна сегодня зашла на почту случайно, но решила задержаться. Внимание, привлек красочный стеллаж с открытками. Выбор на любой вкус. Пенсионерка решила отправить поздравления друзьям в разные уголки страны. Тут же подписала открытки и спустила в почтовый ящик. Приближается праздник Нового года. Хочется поздравить самых таких близких, родных, знакомых. Вот отправляю в Ермаковский район Жиблахты, директору школы. Помимо открыток на выбор покупателей, календари и праздничные конверты. Наверняка придется по душе и вот эта милая овечка – символ наступающего года. Сегодня на почте ажиотаж. Все готовятся к Новому году. Для настроения посетителей – праздничное оформление. Украшают красиво. Вон уже елочка висит, шары висят. Украшение нравится. Также на почте проходит традиционный республиканский конкурс на лучшее письмо Деду Морозу. Каждый год юные жители республики присылают тысячи красочных рисунков. Авторы самых лучших работ получают подарки. И это еще не все праздничные акции, которые проводят в отделении почты. Один из самых любимых проектов – подарки от Деда Мороза. Когда можно заказать подарки от Деда Мороза, либо из бумажного каталога, который находится на каждой кассе, либо на сайте, где можно выбрать широкий перечень подарков, сувениров и товаров народного пользования. Мария Добрынина, Виктор Буров, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. До сих пор никто точно не знает, кто же такой Дед Мороз и откуда он пришел. Во многих странах разные мнения. Одни считают, что праздничный герой – потомок местных гномов, а другие – что он странник. Но все это только догадки. Так кто же на самом деле такой Дед Мороз? На Руси образ снежного деда представляли злым и жестоким языческим божеством – повелителем ледяного холода, который не только морозит людей, но и похищает непослушных детей. Со временем образ Деда Мороза изменялся. Сначала персонаж представал в образе старичка с бородой и в валенках. В одной руке он нес мешок с подарками, в другой держал посох. Такой дед дарил гостинцы только послушным деткам, а не родив их бил палкой, дабы справлялись. Постепенно Дед Мороз превращался в доброго старичка. Борода из ваты, большой мешок гостинцев, волшебный посох – такого деда создали советские кинематографисты. И с этих пор древнеславянский бог Дед Мороз стал символом любимого народного праздника – Нового года. Не важно, верите вы в Деда Мороза или нет, главное, что без его подарков не обходится ни один Новый год. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1». Встречайте Новый год вместе с Вести. Новый год вместе с Вести.